Я не хочу сейчас привязываться к текущей ситуации финансовой, то есть, что мы сейчас наблюдаем, потому что это, в принципе, мы говорим о широком понимании, как Федеральная резервная система влияет на российский фондовый рынок, то есть, в принципе, это было обозначено. Мы должны понимать, почему вот эти два экономических показателя для инвесторов, тем более для трейдеров, спекулянтов, являются очень важными. Показатели уровня безработицы и уровня инфляции. То есть, потому что на основе уровня безработицы и инфляции можно ожидать возможных действий со стороны Федеральной резервной системы. То есть, если у вас будет высокая безработица, а высокая безработица – это низкое потребление инфляции, соответственно, упадет, то можно ожидать, что Центральный банк Америки понизит процентную ставку. Что мы, в принципе, сейчас, хоть я и сказал, что я не хочу привязываться к текущей ситуации лета 2020 года, но тем не менее, что мы наблюдаем сейчас. У нас получается, безработица в Америке очень сильно выросла, там до 14-15 процентов. Инфляция резко упала, потому что выросла безработица. Федеральная резервная система США опустила процентную ставку практически до нуля и еще дополнительно печатает деньги. Ну, то есть, я постарался объяснить, как это влияет на экономику. То есть, процентной ставкой Федрезерв пытается найти вот этот вот долгосрочный баланс между инфляцией и безработицей. Напрямую, таким образом, ФРС на российский фондовый рынок не влияет вообще никак. И когда мы говорим о фондовом рынке, то в любом случае фондовый рынок, рынок ценных бумаг, он имеет два показателя. То есть, первый показатель – это инструменты денежного рынка, долговые свидетельства, облигации, рынок облигаций, инструментов fixed income, так называемых, инструментов с фиксированным доходом, и equity. То есть, это рынок акций. И получается, что влияние может быть оказано как на инструменты денежного рынка, так и на инструменты акций, рынка акций. Давайте поговорим в первую, ну, сначала поговорим, как он влияет на инструменты денежного рынка, непосредственно на облигации. Когда Федеральная резервная система США начинает снижать процентную ставку, что мы наблюдаем в текущий момент. О чем это говорит? Это говорит о том, что доллар в мире начинает стоить дешево. Он практически инвестору не дает никакой доходности. И получается, что инвесторы, зная, что они могут получить доллар под низкую процентную ставку, начинают искать альтернативы по всему миру. То есть, на уровне инфраструктуры глобальные игроки, да, им очень легко получить деньги от Федеральной резервной системы и распределить их куда угодно – в Россию, в Индию, в Индонезию, в Китай, в Латинскую Америку. То есть, куда угодно. Соответственно, получается, для глобального игрока, что он начинает в этом случае получать? Он начинает смотреть, а какая процентная ставка, допустим, в Америке? Ноль с половиной. А какая процентная ставка в России? 4, 5. Окей, хорошо. Но в рублях. Что значит? Значит, что если я куплю рубли и вложусь в инструменты с фиксированным доходности в рублях, то в этом случае я получу положительную разницу. Просто мне нужно защититься от валютного риска, захеджировать его, чтобы у меня не было вот этой вот зависимости рубль-доллар. Второй момент. Если процентная ставка в долларах находится на низком уровне, то в этом случае получается, что доллар доступен, он интересен, ищут альтернативы. И в том числе находят альтернативы на сырьевых рынках. То есть, покупают нефть, золото, чтобы получить хоть какую-то альтернативу доходности 0,5%. И в этом случае, получается, снижение процентной ставки может привести долгосрочно к тому, что могут вырасти цены на сырьевые товары. Потому что доходности в долларах неинтересно. Если мы говорим о текущей ситуации, доллары еще и дополнительно печатают. Денежная масса в долларах увеличивается. И получается, что вот ФРС, она, соответственно, дает, во-первых, ликвидность путем управления процентной ставки, и еще влияет на фондовый рынок путем программ количественного смягчения. То есть, предоставление долларов непосредственно. И если вот текущая, опять же, ситуация, да, лета двадцатого года, Федеральная резервная система США увеличила баланс активов, то есть, напечатала долларов три триллиона, даже больше трех триллионов долларов. Как она повлияла на фондовый рынок? Через что она повлияла? На российский фондовый рынок, опять-таки, она влияет в двух показателях. Первый показатель. Если вы инвестор, то вы понимаете, количество долларов в мире увеличилось. Большинство расчетов международных происходит в долларах, в том числе за сырьевые товары. И получается, что да, у нас цена на нефть упала, и все здесь говорят о балансе спроса и предложения, что мировая экономика стоит, что самолеты не летают, автомобили не ездят, нефть не перерабатывают, не потребляют. Но мало кто говорит о том, что, ребят, подождите, нефть торгуется в долларах, а долларов стало больше. И поэтому можно говорить о том, что цена на нефть может вырасти не из-за того, что вдруг на нее спрос появится, а цена на нефть может вырасти просто потому, что она номинирована в фантиках, которых стало больше. А если нефть, соответственно, вырастет в долларах, да, то мы там через валютный курс рубль-доллар российские экспортеры, российские нефтегазовые компании в рублях будут зарабатывать больше. И поэтому здесь получается некое такое двойное влияние. То есть давайте все-таки вернемся к первому влиянию. Это операция carry trade. То есть, когда я рассказывал про то, что инвесторы начинают искать альтернативы в форме, где, в какой стране процентные ставки более высокие, это называется операция carry trade. Каким образом это влияет на российский денежный рынок, на российский рынок ОФЗ. Следующим образом, когда процентная ставка в Америке низкая, инвесторы в Америке берут доллары, доллары привозят в Россию, ну как привозят, перевозят, да. В России, соответственно, на эти доллары, условно, да, возьмем там кризисное явление, доллар стоит по 75, то есть продают 100 долларов, на руки получают 7500 рублей. Получили 7500 рублей, купили облигации федерального займа с доходностью, условно, 6 процентов. Ну, давайте, чтобы легче было считать, с доходностью 10 процентов. То есть, 7500 рублей вложили с доходностью 10 процентов через год, 750 рублей заработаете ставку по купону. Опять же, я привожу сейчас как пример, чтобы было понятно, сейчас таких доходностей нет, доходности меньше, но вот я говорю, что через год вы получите купонов 750 рублей, чтобы легче было считать на каждое вложено 7500. К чему это приводит? К тому, что в России появляется большое количество долларов, эти доллары продают и покупают рубли. Появляется спрос на рубли, а доллары продаются. Когда процентная ставка в Америке низкая, в России она высокая, ее не понижают. Это приводит к укреплению рубля. И всем становятся интересные облигации, которые несут доходность, вот которую мы посчитали 10 процентов. Что таким образом делает керри трейдер? То есть, каким образом он зарабатывает? 750 рублей он заработает на купоне. Рубль будет пользоваться спросом. Соответственно, если рубль будет пользоваться спросом, он укрепнет к доллару, допустим, до 70 рублей. То есть, он еще получит 8 процентов курсовой стоимости. И еще облигации. Из-за того, что будет большое количество керри трейдеров, желающих купить облигацию, они взвинтят цену на облигации. Облигация может вырасти в цене еще на 4 процента. И таким образом получается, что вот как повлиял Федрезерв на российский фондовый рынок, в первую очередь на рынок ОФЗ. Опустив процентную ставку, она стимулирует бежать из долларов какие-то альтернативы. И когда альтернативы люди начинают искать, соответственно, они начинают заниматься операциям керри трейд. И посмотрите, что происходит в мире. Каждый раз, когда Федеральная резервная система США снижает процентную ставку или начинает заявлять о том, что они собираются снизить процентную ставку, все мировые центральные банки от Австралии до Канады тоже снижают процентную ставку. Потому что они боятся операции керри трейд. То есть, что прибегут инвесторы, привезут кучу долларов. Эти доллары будут на локальном рынке, начнут покупать долги, страны. И это приведет к укреплению национальной валюты, национальной валюты других стран. Как я привел пример с рублем. Когда у вас укрепляется национальная валюта, вам невыгодно в глобальном рынке, чтобы росла национальная валюта. То есть, почему, допустим, Федрезерв, ну не Федрезерв, почему постоянно Америка воюет с Китаем, да? То есть, что они сразу кричат? Китай, ну-ка сделай свободно к ориентируемому юаню. Отпустите юань. Почему вы его намеренно держите на низком уровне? Да все очень просто. Потому что себестоимость у всех китайских товаров в юанях. И когда юань слабый по отношению к доллару, получается себестоимость производства товара в Китае в долларах дешевле. А если ты продаешь на весь мир, и у тебя расчеты в долларах, ты просто больше зарабатываешь элементарно. Поэтому вот первое влияние, да, это операция корритрейт, снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США приводит к тому, что это может привести к укреплению рубля, как ни странно, да, при условии, опять-таки, если Центробанк не будет снижать процентную ставку. И поэтому это, во-первых, стимулирует и Центральный банк России снижать процентную ставку, а на фондовый рынок это очень большое значение оказывает, да, потому что снижаются ставки кредитования, снижение ставки уже Российским Центральным банком, снижаются ставки по депозитам, деньги становятся более доступными, да, ну то есть там уже разгоняется спираль инфляционная. Второе, как РФРС влияет, да, это предоставляет ликвидность. Сейчас у нас ковид, борьба, нужно экономику лечить, нужно предоставлять ликвидность, начинает выкупать активы, и это приводит к тому, что на рынке появляется ликвидность. Когда на рынке появляется ликвидность, то это неизбежно закладывает инфляционные риски. Когда человек, вот что, уникальность текущей ситуации в чем заключается? Все ждут второй волны падения, второго дна, да, на фондовом рынке, с одной стороны. С другой стороны, количество людей, которые сейчас сидят на кэше, огромное количество людей. То есть, почему сейчас многие говорят, что второй волны, там, кризиса может не быть, и многие аналитики об этом заявляют по одной простой причине. Потому что деньги есть, есть просто деньги, и деньги начинают сжечь руки. То есть, когда ты сидишь, ждешь волну, вторую волну кризиса, да, то есть, ты там долларами запасся, у тебя, в принципе, все это непосредственно есть, то ты понимаешь, что доллары-то печатают, количество денежной массы-то увеличивается, а ты в этих долларах сидишь. И у тебя, получается, девальвация идет этих долларов, да, и ты начинаешь думать, а, блин, а что же делать-то? То есть, почему мы сейчас и наблюдаем, что, несмотря на то, что экономика находится не в самой лучшей форме, несмотря на то, что идет, просто ужасающая статистика по продажам, по промышленному производству, но люди-то деньги получили, деньги напечатали, да, и здесь получается, что вот эти вот инфляционные риски, они начинают людям сжечь руки. То есть, если будет инфляция, блин, что же делать-то? Не покупать же на все доллары золото. Оно и так, ну, было бы оно там по 1200, окей, можно было бы купить, но оно стоит там 1600-1700. Дорого, дорого реально. Вот такой вот фактор, вот это вот денежное, ну, смотрите, давайте вот глобально, как игрок посмотрим, ну, там, посмотрим с позиции китайца. То есть, Китай – это такой современный капиталист. Если Америка – это общество потребления, то основная прибавочная стоимость все-таки создается в Китае, там, в Азии. И вот вы понимаете, во-первых, вас душат по торговому соглашению, вас заставляют там торговый баланс, чтобы у вас был, ну, в пользу Америки, Америка перетянула на себя одеяло. Вам говорят, что, может быть, мы, вот вы можете держать долг Америки, китайцы, а мы вот захотим из-за того, чтобы ковид там не проконтролировали, сейчас на вас санкции наложим и не будем платить. Не факт, что это произойдет, и это маловероятно, но, тем не менее, эта напряженность есть. И вот представьте себе, вот весь Китай, как некого такого китайского мудреца-старца. Да, вот вы сидите и чешете себе голову, да, то есть, у вас вот так вот обкладывают со всех сторон, вы держите этот долг. И что вам делать в этой ситуации, да, вы привязаны. То есть, в чем может быть спасение? Вы все богатство, которое копили последние, там, 10-15 лет, продавая вот в мир свои товары и услуги, кому-то качественные, кому-то некачественные, не факт. Но у вас было богатство, вы это богатство консолидировали в облигациях американских. Вас могут с ними кинуть. Если вы сейчас начнете продавать эти облигации американские, то, извините меня, вы обрушите, да, то есть, вы сами себе выстрелите в ногу. И, как минимум, вы не будете покупать новые выпуски, это да, чтобы убрать эти риски. Но что вам делать с вашей прибавочной стоимостью? И если мы снова вернемся к тому, о чем, что очень понятно и круто написал Маркс в своей книжке «Капитал», кто такой капиталист? Капиталист – это тот человек, который покупает, чтобы продать. Покупает человеческие ресурсы, их время, знание, опыт. Покупает природные ресурсы, покупает денежные ресурсы. Объединяет денежные ресурсы человеческие и природные, создает товар с прибавочной стоимостью и с этим зарабатывает свой капитал. Вы, в принципе, можете защититься, да, придя в Россию и сказать, «Слушай, Россия, а давай мы у «Газпрома» заключим контракт на 20 лет и вперед заплатим, 20% предоплату внесем». Китай в этом случае будет защищать себя от риска девальвации доллара путем покупки сырьевых товаров. Не обязательно физической поставки, да, то есть он может заключать долгосрочные контракты, он может хранилища новые создавать, да, он может закупить электроэнергию там в России, в Камбодже еще где-то. То есть просто он минимизирует свои риски, как такой единый человек-капиталист, он может минимизировать свои риски за счет того, что у него опять-таки, я уже сказал, да, количество людей достаточно, количество денег достаточно, то есть ему защититься просто купить сырьевые товары. И будет спрос. Не потому что Китаю сейчас это надо, да, то есть, а ему это надо на будущее. И опять он может не работать уже на внешнее потребление, он может начать стимулировать внутреннее потребление, создав тем самым себе еще дополнительно рабочие места. Вот таким образом получается, что вот мы возвращаемся к вопросу ФРС, да, как он влияет на российский рынок. Я рассказывал про китайцев, а какая взаимосвязь, да, то есть где логика? Логика очень простая. ФРС печатает деньги, печатающиеся деньги, китайцы понимают, что их становится очень много, и от этого надо как-то защищаться от этой девальвации, инфляции долларовой. Защититься ты можешь через покупку сырьевых активов. Начинаешь покупать сырьевые активы, и покупая сырьевые активы, это может привести к росту цены. Ну, то есть взаимокруг замкнулся, да. А если будут расти цены на сырьевые активы, что у нас хорошо? Российские компании-экспортеры, которые продают коксующийся уголь, которые продают металл, которые продают сталь, которые продают нефть, которые продают газ, которые продают в том числе сельское хозяйство, да, на глобальном рынке, они будут пользоваться популярностью. У них будет больше прибыль, потому что цены на сырьевые товары непосредственно растут. Они будут больше отдавать денег в форме дивидендов акционерам. Мы говорили про пассивное инвестирование, да, дивидендную доходность. И в этом случае получается, что норма прибыли акционеров вырастет. А если норма прибыли акционеров вырастет, это опять к вопросу о том, что международным инвесторам просто будет интересно покупать акции российских компаний-экспортеров. Напрямую зависимость, да, а зависимость через влияние ФРС. Напечатал деньги, привел к тому, что девальвирующийся доллар привел к росту цены на сырьевые товары, а через это тебе нужно покупать или сырьевые товары, или акции компаний-экспортеров. Причем покупка акций компаний-экспортеров более приоритетна, потому что они платят дивиденды, да, то есть и российскому правительству, помимо всего прочего, еще и выгодно, чтобы наряду с высокими ценами на сырьевые товары Еще и рубль был слабый, потому что тогда больше поступления в бюджет, больше налогообложения. Но налогообложение, поступление в бюджет от компаний-экспортеров за счет чего? За счет того, что они платят с прибыли. То есть надо сделать, чтобы рублевая прибыль была больше. С одной стороны, это поступления в бюджет, более высокие. С другой стороны, акционеры сырьевых компаний тоже являются применимыми бенефициарами девальвации рубля. Вот таким образом, соответственно, можно сказать, что ФРС влияет на российский фондовый рынок. ФРС влияет на российский фондовый рынок.